Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Скоро увидимся, чужеземка Спасительница Меридиана Мне сказали, ты сдержала войска регалы у света пустоши И победила чемпиона Грудную Один на один Впечатляет Еще я встретила там фашава Он сказал, ты великий воин Человек чести Его смерть Еще один болезненный удар Мы не скоро восстановим ряды наших шерифов Но если ты пришла предложить свое копье Этот час приблизился Я пришла не воевать за вас Здесь внизу есть кое-что Что спасет множество жизней и ваше дожи Эту вещь невозможно увидеть, но она там Ты назвала свою цену Теперь я назову свою Мои шерифы мертвы И ты нужна мне Помоги одолеть моих врагов И я пущу тебя в подземную комнату Меня нельзя купить Я не наемная убийца Я должна спасти людей больше, чем ты сосчитаешь Я сосчитал трупы убитых шерифов Сосчитал сотни тенакт Чьи жизни стоят на кону Я буду биться за них И убью каждого Кто нарушит мир И ты тоже Если хочешь попасть в подземную комнату Ясно По твоей логике, что помешает мне убить тебя сейчас И забрать нужную для спасения вещь? Попробуй Может, у тебя и выйдет Бой будет в любом случае И я предлагаю бой с Регалой и ее преступлениями Ладно Я слушаю Нужны шерифы, чтобы племя было единым Это звание воины могут получить Только в боевом испытании Кульрути Я уже объявил о его проведении Но Регала намерена сместить меня А потому она нападет Захочет убить меня перед собравшимися кланами И я должна стать твоим телохранителем? Нет Защитить Кульрут Но это не все Зная, что Регала нападет Один из кланов уклонился от призыва участников Отправляйся на север И заставь Текотте Предводителя небесников Подчиниться Зову Кульрута Заставить подчиниться? Сделай все, что нужно Я не могу провести Кульрут Лишь с двумя из трех кланов Шериф Катало поможет Его ранили у света пустоши Но он не бесполезен Шериф на севере В деревне Скальный Кряж Найди его там Он отведет тебя к крепости клана Небесников Если у тебя остались вопросы Задавай Сожалею о гибели Фошала Он показался мне хорошим Более того Он был мостом между Тенакт и Карха Ни одного другого чужака Мы так не уважали Я надеялся Он станет моим голосом в Меридиане Перемирие с Карха Могло стать чем-то большим Союзом? Обменом Карха не такие, как мы Наши подвиги мы отмечаем краской на коже И память умирает с нами Но Карха не забывают Их подвиги хранятся В свитках Вы хотели учиться? Как я учился у Фошава Большая потеря Фошав назвал Регалу твоей главной ошибкой Почему? Это не твое дело Правда? Я билась с ее войнами у Света Пустоши Но не знаю, зачем ей война Она Была самой опасной из шерифов Острием моего копья И что случилось? Регала презирает Карха Которые сожгли живьем ее братьев Когда мы отбили красные набеги И разрушили Свет Пустоши Она хотела гнать их до самого Меридиана Не желала мира после смерти безумного короля И не понимала, чем обернется эта война Когда я принял послов Авада, она обезумела Назвала предателем Вызвала меня на бой Что ты сделал, когда она вызвала тебя? Будь ты ты накт, ты бы знала, что такой вызов нельзя не принять Усмирить ее было нелегко У меня семь шрамов с того боя Шерифы требовали казнить ее на месте Но я понял, что не могу забыть о нашем с ней прошлом Она не раз доказывала мне свою верность И я пощадил ее Но она приняла милосердие за унижение Которое она не может простить Регала хочет твоей смерти? Хочет Но этого ей мало Она не успокоится, пока все три кланы не поддержат ее поход на Меридиан Кто знает С машинами она вполне может сравнять его с землей Машины уже нападали на него Я знаю Что такое Кульрут? Раньше кланы сражались друг с другом Но теперь мы союзники против машин Это мой закон, и его олицетворяет Кульрут Каждый клан должен послать участников на ритуал Эти участники должны проявить себя в бою против машин на арене За этими стенами Победившие воины становятся шерифами Они объединяют племя и хранят мир Ты зовешь их хранителями мира, но шерифы на посольстве были воинами Не только воинами Они отреклись от родного клана и поклялись вечно служить миру и порядку Они блюдут закон Разрешают споры и представляют Тен-Акт на переговорах Без них я не смогу править Поэтому ты должна обеспечить проведение Кульрута Почему клан небесников не участвует в Кульруте? Из всех трех кланов у них самая надежная крепость Защищенная стеной, называемой Валом Их предводитель считает, что сможет переждать нашу войну с Регалой За своими укрытиями И сохранить силы, пока вы ослабляете друг друга Ты размышляешь как опытный шериф Хорошо Почему я должна образумить небесников? Все Тен-Акт уважают сил, а ты отбила атаку Регалу у света пустоши И потому что твои шерифы мертвые? Верно А что же Каталла? Он один не справится? Он калека, они не проявят уважения Звучит несправедливо А потерять руку справедливо? Уважают они его или нет, но Каталла нам полезно Он знает небесников и вырос в их крепости Он сопроводит Ты сказал, что видел что-то внизу? Видел В день своей великой победы О чем это ты? Десятки поколений кланы сражались за владение этими священными землями И лишь я их получил Я сражался годами Убил всех, кто стоял на моем пути И когда я покончил со всеми врагами Я остался в роще один Победа Беда была моей Так я думал Гром грянул с востока И ударила синяя молния Прямо туда Гея умерла И прибыл эфир Видения рощи Вокруг меня стали громче и ярче И вдруг передо мной явилось новое Притечи говорили И то, что они сказали Изменило все Что Притечи сказали тебе в новом видении Та, которую звали Фарадей Предрекла растущую опасность машин И велела объединиться против них Она призвала шерифов, чтобы установить мир Видение растаяло И больше не появлялось Я отметил точку, где оно сияло, копьем И навсегда запомнил слова Фарадей Покончил с войной между кланами Научил воинов сражаться с машинами Кульрут дал мне шерифов С тех пор Племя жило в мире Пока Регала не напала на свет пустоши А та комната Под троном Ты потом входил в нее? Входил Внутри древнее устройство Оно гудит от мощи Ты увидишь все сама после Кульрута Клянусь тебе Я сделаю то, что ты просишь И разберусь с Токотой на севере Но не забудь о нашей сделке Ты получишь обещанное Если преуспеешь Поговори с Декой на выходе Она подготовит тебя к дороге Выдвигайся Шериф катала взлетки подойдет поговорим фикару сказал ты меня подготовишь я дам тебе оружие в помощь она пригодится в дороге до скального кряжа по пути ты встретишь много машин и наши разведчики видели там мятежников регалы машины и мятежники ничего нового для меня и правда иди на север к подножью гор потом поднимайся пока не сотрешь ноги от холода не перехватит дыхание тогда ты поймешь что добралась до небесников да наполнит тебя сила десятых и 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 Рифа Каталла у скального кряжа. На машине. Доеду быстрее. Я умею приручать секача и ездить на них. Продолжение следует. 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 Она что-то заметила. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Морокопы разрушили лагерь. Может, стоит осмотреться, используя визор? Выяснить, нет ли выживших. Но лучше будет сначала избавиться. Земля стала холмистой, воздух холодным. Похоже, скальный кряж уже близко. Снег хрустит под ногами. Снег хрустит под ногами. Снег хрустит под ногами. Она здесь! Беру, не раздумывая. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А вот и скальный гряж. Каталла ждёт меня где-то здесь, но сперва лучше осмотрюсь. Это Каталла. На что он смотрит? Как тебе это удалось? Моя сила, твоя сила! Удачный выстрел сбил ему пушку. Поднимай её, когда он на меня бросился. Классно получилось. Ты её определённо заслужила. Думаю, чуть позже сходить в охотничьи угодья. Пойдёшь? Я не кусаюсь, солдат. Просто хочу поговорить. Подходи! А я смотрю после этой червобы. Поторгуй. Не трать понапрасну. Ты забыла. Покажи, где нужно? Я не прошу. Сколько мне? Два. Долину наводнили мятежники, рейгалы. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других баснут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к Валу, чтобы ты поговорила с Текоте. Был бы от этого долг. Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Что это за место? Скальный кряж был военным форпостом во время войн кланов. Его цель — охрана входа в долину. И наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками рейгалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто наблюдать. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Текоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас. И говорю с тобой. Почему ты уверен, что Текоте не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Текоте — хитер, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за балом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. Как думаешь, зачем воины-регалы сгоняют машины в долину? Подобные сообщения мы получали отовсюду. Мятежники пригоняют машины из Диких Земель. Но, судя по всему, долго управлять ими не могут. Пасут их в лагерях. Там они делают с ними что-то. И добиваются постоянного контроля. Перехват в два захода. Я о таком не знаю. Но это не все. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять ими. А почему вал такой несокрушимый? Он сложен из огромных камней и неуязвим для прямой атаки. Ни воины, ни машины не могли его пробить. Только я смогу провести тебя за него. Когда мы закончим разговоры. Ты был на посольстве. Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты еще не вылечился. Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Я рада, что я тебе не враг. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнений еще не раз встретим воинов Регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть. Допадут твои враги. За мной. Думаю чуть позже сходить в охотничьи угодья. Пойдешь? Конечно. Может и... Защитница. Прошу. Просто выслушай меня, а затем можешь идти. До полной лычки. Заигравший чистит сортиры. Как бы ты убедил Текота отправить претендентов? Никак. И все же? Тенакт уважают сильных воинов и надежные клинки. Кто не сражается, бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы. Правда, не хотелось бы это доказывать. Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Да. Клан защищал ее много поколений. От кого? От других кланов Тенакт. И даже от Карха. Давным-давно. Нужен урок истории? Поговори с духовниками. Когда ты ушел из рощи? Там мятерники. Как ты узнал, что я соглашусь помочь Хикаму? Ковыряются в какой-то машине. Нападем? Или обойдем стороной? Выбирай. Проклятие! Что это? Вот ты где! У нас гости! Отомстим за башных шрифов! Ей здорово досталось! Так, уже лучше. Помоги! Помоги! Встань, Ижан! Ты в мошене, Шабето! Ура! 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 Смерть! Жестокий урок. Беру! Продолжай бой, Элой! Они мешают нам идти к цели! Идём дальше, Квалда. Я не сдамся. Надо поспешить к вам. Мятежники собирали детали машин. Может, они нужны для перехвата. Матэко, ты бездействует? Зачем что-то делать, если есть бал? Я вырос за эту стену. Там легко поверить в абсолютную безопасность. Там ещё мятежники. Веди меня. Зачем? 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 Погнали всё! Зачем? 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 Привыше всего! Сосредоточить огонь! Как она там склоняется? Она слабеет! Сосредоточить огонь! Назад! Куда держать? Пристрелите её! Сосредоточить огонь! Сражайся с тенью! Всё! Я сам оружие, созданное для битвы! Убили кого-то! Процесс! Прямо! Веспавли. Клянки! Я прикончил эту тварь. Мне их не хватит. Помоги! Если умрёт, ничего не выйдет. Я в порядке, я могу срочаться. Две руки или одна, всё равно ты умрёшь! Я в порядке. 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 Такие вещи всегда нужны. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке. Это вал. Сообщи, когда подготовишься. Я представлю нас. Эй, ты! Шериф требует встречи с предводителем клана. А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору. Где крылья десятых найдут нас. Ладно, шериф. Я спущу подъемник. Когда встретим Дакоту, говорить буду я. Посмотрим, как пойдет. Я вернулся. Это был твой дом? Много лет назад. Идем. Твой враг, мой враг. Да уж, как они нам рады. Чужеземка и шериф-калека. Твое еще зрелище. Все как там, где я росла. Так и не решила, что хуже. Когда меня сторонились или когда стояли и глазели. Сейчас. Мы пришли к Дакоте. Впустите. Вернулся сын клана Небесников. У вас слава десятых. Твой вождь приказал немедленно отправить участников на кульру. Мы прибыли, чтобы сопроводить ваших до рощи в безопасности. Ясно. Регалла сильно потрепала вождя. Раз ему пришлось прислать вас двоих. Она сразила груду лучшего воина Регаллы на посольстве. Она белась с честью. Мне хватило ума держать солдат в стране. Вот и сейчас предпочту оставить своих дома. Если уж драться, то здесь. За родные стены. За наш клан. Стена не защитит вас. Регалла умеет управлять машинами. Они уже у ваших дверей. Да знаешь ли ты, сколько битв выдержал Вау? Эти камни видели много крови. Я знаю, что он не должен был стать щитом для труса. Когда-то ты был воином. Когда-то. Передай Хикаро. Со всем уважением. Мы оставим наших участников дома. Ведь здесь, завалом, мы в безопасности. Я предупреждал. Говорить с ним бесполезно. Придется его убить. Будет нелегко вокруг его людям. Ты вообще слушаешь? Ведь здесь, завалом, мы в безопасности, сказал он. Жди здесь. Надо осмотреть эту стену поближе. Что? Зачем? Допадут твои враги. У меня снежинки на бровях. Хочу! Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.